В мире существует немало винных игр, но большинство из них это просто правила, некий абзац текста, в котором объясняется, что и как делать. То, что любую игру делает на порядок более интересной, это наличие артефактов. Например, игрового поля, фишек, кубика и так далее. На днях я с удовольствием протестировал игру, которая называется Winspiration и готов рассказать вам о своих впечатлениях. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, я создатель школы вина онлайн Vitis Pro. Если вы хотите разбираться в вине лучше, чем сейчас, то не забудьте подписаться на этот канал и поставить лайк этому видео. Прежде чем рассказывать непосредственно про игру, будет честно сделать небольшой дисклеймер. Это не рекламный ролик, эту игру мне не присылали на обзор, я купил ее за свои деньги, поэтому могу говорить ровно то, что думаю, без каких-либо обязательств. Начну со стоимости. Игра стоит на момент покупки, стоила 33 евро в эквиваленте. Состоит она из вот этого игрового поля, нескольких пачек различных карточек, фишек, кубика и небольшой брошюрки с описанием правил и ответов на вопросы. Правила, как вы догадываетесь, довольно просты. Вы тянете карточку, они разделены по уровням сложности от зеленых до красных. Отвечайте на вопрос, если ответ правильный, то бросайте кубик и ходите. Кто первый прошел все игровое поле, тот и выиграл. Понятное дело, на поле вас ждут различные сюрпризы в виде ловушек, чтобы выбраться из которых вам надо сделать некие специальные задания. Например, одно из таких заданий надо вашему партнеру по команде объяснить значение винного термина, тоже с карточки, не называя его и однокоренные слова. На выполнение задания дается одна минута, чем больше партнер отгадал, тем лучше. Как я уже сказал, на днях я в одной небольшой компании с огромным удовольствием потратил час-полтора на эту игру. Конечно, в нашем случае, по причинам, о которых вы легко догадаетесь, игра была не на равных, но это не помешало ей быть весьма веселой и увлекательной. Играла две команды, по два человека в каждой, двое молодых людей против двух девушек. Лично для меня самой увлекательной частью игры было наблюдать, как наши соперники, точнее соперницы, обсуждали вопросы и искали наиболее логичный ответ. Пример вопроса, где они ошиблись и вызвали просто смеховую истерику с нашей стороны, был такой вопрос. Вино желательно продекантировать, если... Варианты ответа. В вине образовался осадок. Если вы хотите впечатлить своих гостей. Если вы хотите, чтобы сомелье отработал свои чаевые. Как вы думаете, что они выбрали? Если вы хотите впечатлить своих гостей. И это был неправильный ответ. Кстати, а вы знаете правильный? Напишите вашу версию в комментариях под этим видео. Когда я слушал, как они перебирают и обсуждают разные варианты ответов, я подумал, что просто снимать людей, играющих в эту игру, для подобного канала YouTube, как наш, могло бы добавить сразу тысячи новых подписчиков. Потому что это действительно очень забавно и увлекательно. Ну и да, я забыл сказать, что время от времени игра рекомендует выпить вина. И, конечно же, и наша команда, и команда наших соперников следовали этой рекомендации со всей точностью. Поэтому с каждым новым ходом нам становилось все веселее и веселее. Я оставлю в описании к этому видео ссылку на сайт игры. Если вы захотите провести весело вечер другой, заказывайте. Ну а теперь для баланса хотел бы высказаться по поводу некоторых моментов, которые можно было бы усовершенствовать. Во-первых, мне показалось, что разделение уровня вопросов-ответов по сложности носит весьма условный и очень субъективный характер. Давайте я сразу проверю с вами, дорогие мои зрители, мое предположение. Я вам зачитываю вопрос и варианты ответа, а вы говорите, это зеленый, самый простой уровень, или красный, самый сложный. Итак, готовы? Что измеряют в каудалях? Первое. Размер бокала для дегустации вина, длительность послевкусия, содержание спирта в вине. Как вы думаете, какой это цвет карты? Зеленый, желтый или красный? Зеленый. Еще один вопрос. Какую страну раньше называли Энотрией? Францию, Италию или Испанию? Какой цвет карты? Тоже зеленый. Кстати, вы знаете правильные ответы на эти вопросы? Если да, пишите в комментарии. Ради справедливости хочу заметить, что таких вот нелогичных вопросов встречается буквально парочку. В остальном сложность вопроса вполне соответствует заявленному уровню. Подчеркиваю, это мое сугубо субъективное мнение. Вполне возможно, что другие игроки со мной совершенно и не согласятся. Второй момент, в котором я бы видел определенное пространство для роста, это выпуск новых карточек с новыми вопросами. Почему? Очень просто. Сыграв 2-3 раза в игру, ты уже будешь знать и помнить варианты ответов, и станет неинтересно играть. Но если тебя подпишут на новые вопросы, то играть можно бесконечно, ведь мир вина безбрежен. Ну и в конце выскажу бизнес-идею, которая может сразу повысить коммерческую ценность этой игры. Сделать профессиональные версии для тех, кто готовится к экзаменам. Экзаменационные вопросы, например, WSET, не являются секретами, и запомнить ответы на них гораздо легче в виде игры, чем просто зубрежки. И такой комплект мог бы стоить не 33 евро, а все 133. Впрочем, это просто мысль, а в каком направлении развивать эту игру и развивать ли вообще, это, конечно же, прерогатива ее создателей. Тем временем я просто констатирую факт, что для любителей вина эта игра просто замечательная штука, которая помогает просто совместную выпивку, простите, дегустацию, сделать еще более веселой и полезной. Играйте, изучайте вино и смотрите видео на канале «Что пьем?». У нас есть ответы на множество вопросов, включая и вопрос про декантер. И если это видео вам понравилось, и вы вдруг захотите рассказать об этом мне или ютубу, то для этого существует кнопка лайк, на которую вам следует кликнуть. А чтобы не пропустить других, еще более интересных видео на этом канале, подпишитесь, нажмите на колокольчик, потому что это совсем другой канал про вино.